Я помню тот день. День, когда они пришли на Землю. Те из нас, кто пережил катаклизм и не сдох в лапах тварей, укрылись в метро. Там, в кромешном мраке туннелей, мы нашли себе убежище. И мы будем сражаться за свое будущее, пока не умрем. Сеттинг очень сильно напоминает серию метро Глуховского. Но в интервью разработчики утверждают, что с романом Дмитрия имеет общее только место действия, а никак не идейность. Метро Глуховского – это о конфликтах разных идеологий и о том, что даже уничтожив свой мир, люди продолжали убивать друг друга за идею. Нет, мы не ориентируемся на серию метро. Мы ориентировались на то, что станция метро – это база. А из туннелей слева и справа на нас набегает разная нечисть. Удобно. Иногда игры – это просто игры. Есть такая игра – Kingdom 2015 года, где действие игры разворачивается на двумерном экране. Это тоже пиксель-арт. Перед игроком стояла задача создать и развивать собственное королевство, которое подвергалось атакам различных противников. Собственно, этой самой Kingdom студия Pixi Games и вдохновилась. По визуальной части же они смотрели в основном на серию Metal Slug и Data Head Zombie Warfare. В целом, игра имеет очень приятную пиксель-арт графику и ненапряжные задатки сюжета, хоть и не сильно подробные. Кто на нас напал, какого хера им надо, мы не знаем. А как разумное общество прячемся и при нападении просто вбиваем в них побольше свинца. Основное же внимание в игре уделяется именно геймплею. Он тут не затейлив на первый взгляд, да и на второй тоже. Ты можешь передвигаться либо влево, либо вправо. По пути отстраивать свою базу, вербуя новых юнитов, собирая еду и отстреливая вражин. Главных героев на момент написания обзора два. Иван и Анна. Каждый из которых имеет свою мини-историю и по одной особенности, которые должны облегчить нам игру. Но по итогу нихрена они нам не помогают. Также пока из доступных карт есть только станция метро-электрозаводская и три режима сложности игры. Но само наличие карты и пункта выбора станции в меню скорее всего говорит нам о том, что в будущем, возможно, мы увидим новые локации. Также геймплей в игре максимально линейный и не имеет случайных событий. Сделано это было специально разработчиками, потому что они хотели, чтобы результат игры целиком и полностью зависел именно от скилла игрока. Но если в подобной игре можно займить скилл. А не от случайности. Задача же в игре максимально простая. Выжить в течение 28 дней. Ну, либо на более легкой сложности в течение 25 дней, если не ошибаюсь. Теперь же поговорим о моих личных впечатлениях. На первый взгляд в игре все отлично. Есть небольшая сюжетная цель. Мы понимаем, что мы должны делать и к чему должны стремиться. Начинаем отстраивать базу и защищать самое ценное, наш генератор. Даже главный герой, по сути, это военно-начальник, который самостоятельно только стреляет и передвигается. А все остальные юниты действуют только по его приказу. Мы можем распределять их на точках интереса для защиты или для развития базы. Назначить каждому бойцу класс также придется самостоятельно. Разнообразие небольшое, но оно есть. Ну, например, мы можем сделать обычного работягу диггером, которые могут разбирать завалы лопатой и воевать в ближнем бою. Есть инженеры, которые быстро строят и могут чинить стены. Или снайперы, которые воюют на дальней дистанции. За улучшение генератора мы можем получать бонусы, которые должны помочь нам в обороне базы. Мне не понравилось передвижение главного героя. Стамина, но очень быстро кончается, а восстановить ее можно только у горящих бочек, которые стоят на строго отведенных местах и на первых порах их просто банально не хватает. Потому что вначале она стоит вообще только одна. Да и восстанавливается эта самая стамина крайне долго, что нивелирует сам смысл ее восстановления. Потому что за это время мы быстрее бы добежали до нужного места, чем стояли бы и прохлаждались около этой бочки. Неудобен и интерфейс нападения. Да, нас предупреждают о том, что на одну из сторон нападают. Но сколько их, кто нападает, нам не говорят. Понять, стоит ли идти туда и брать помощь с собой, мы никак не можем. Карты у нас также нет. И с этого момента игра превращается в угадай мелодию. Иногда работяги сами могут отбить нападение и дальше починить стену. Иногда не успевают и гибнут. И пока ты, допустим, бежишь к правой стороне, потому что там тоже идет нападение, то слева уже все к херам сломали. И непонятно, успеешь ли ты вообще вернуться. Ведь опять-таки эта гребанная стамина крайне долго восстанавливается у этого крыхтящего старого вояки. Управление в игре элементарное, но имеет свои проблемы. Неудобно управлять отдельным взятым юнитом. Он постоянно ептем мозг и не хочет выполнять приказ. Просто потому, что ты не попал в ту точку, куда нужно было попасть. Ибо ИИ у них отсутствует, и делать что-либо они будут только после твоего приказа. Так же проходят и бои. Если ты не дашь команду сражаться, они будут как тупые барашки бегать за тобой, пока все не подохнут. На пути может встретиться рейндж, моб и твои, поставленные на точку защиты диггеры с лопатами, будут просто ждать, пока он их всех не убьет. Ведь эти парни с лопатами, и сражаются только в ближнем бою. С их стороны выглядит это все максимально логично. Далее же нам остается только развивать базу, правильно расставлять юнитов, и правильно угадывать сторону туда, куда нужно бегать. Днем развиваться, собирая нужные материалы, а ночью отбивать атаки и стараться двигаться все дальше по метро. Немного непонятно направление и баланс хардкорности, который задумали авторы игры. У вас нет карты, нет индикаторов, кроме иконок защитных стен. То есть когда они желтеют, значит там все более-менее нормально, когда они краснеют, значит их сломали, либо их сейчас пытаются сломать. Но при этом у нас бесконечные патроны. И не требуется, ну допустим, еда для жителей станции. При том, что парню, который доставляет новобранцах, мы должны постоянно эту самую еду добывать. Из-за этого складываются странные впечатления. Вроде бы сложно, а вроде бы угадывай правильно, куда бежать и где ставить побольше юнитов и все. Если подытожить, а стоит ли вообще попробовать поиграть в Intel V Die, я бы сказал, что скорее да, чем нет. Ведь игра в целом предлагает нам какой-никакой челлендж. Да и графика тут не вырвиглазная. Ну, если вы, конечно, готовы принять кривую управление, отсутствие какого-либо повествования и мысль о том, что на данный момент, если вы собаку съели на подобных проектах и вообще не в рот какой кибератлет по всем дисциплинам, игру вы сможете пройти плюс-минус за несколько троев. Благо стоимость игры в стиме всего 465 рублей на данный момент. На этом я вынужден вас покинуть. Но если мой обзор вам понравился и в целом вы готовы поддержать меня, то подписывайтесь на мой канал. Для меня это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok